Я же ещё не вспомнил, много на самом деле было историй интересных, так как мне довелось какую-то непонятную милость вообще получить. То есть мои отношения близкие, я понял сейчас, что я расскажу, я вспомнил. С Духовным Учителем начались, как Ману Сунхиде говорит, мне пришла та же самая кассета, видимо, мы с прошлой жизнью с ней так и идём вместе, и крючки у нас одинаковые, духовные учители у нас. То есть мне также пришла кассета под Акамовым, и я также замедитировал, то есть какой-то особый нектар, я его слышал, хотя много слышал там кассет, тогда было это много, слышал кассет. И когда я увидел Шилу Гору Дева, то у меня вообще никаких сомнений не было. Вот мой духовный учитель, никакой логике это не поддавалось, и никаких вариантов не было вообще. То есть я тут же побежал, протолкался, говорю, хочу про Наму. Там это, ну все удивились, но что-то я протолкался, и говорю, Дев тут, и он говорит, а сколько ты повторяешь? Я говорю, там полгода. Он говорит, ну, почитай про Наму, ладно. И я читал про Наму, через год, полтора, там, по-моему, про алициацию. Вот. И как-то раз на Девноморском фестивале мы заявились, что мы едем на польский тур со Шривкашей. Вот. И с Френдавой, и с моей супружностью. И, значит, он позвал на Даршан там, все, кто едет на польский тур. Ну, мы обсуждали там. Он говорил, что вот так надо, так надо делать. Клют отдал короткую настройку, да, как нам надо медитировать. И мы ехали с театром Субут Хирая туда. И там было шесть огромных ящиков таких. И было, в общем, человек двенадцать, наверное, раз. И он нам конкретно дал наставление, говорит, с мелкими группами по два-три миллиона, как через китайскую границу, вы должны прорываться, потому что если вы всякие вместе, то вас это забанят, в общем, и отправят. Это обратно. Там было в Польше, там могут раз просто и не пустить границу. Ну, европейская граница, там, пересекают. В общем, и он дал мне две тысячи долларов и сказал, вот на эти деньги вы должны проехать все. Там, сделай вообще, что хочешь, вот я тебе, типа, помог деньгами, да, теперь вы должны проехать. Я вообще был кстати, потому что до этого я с ним особо не общался. Мне, как бы, на каких-то отношений не было. И тут так, и такое доверие. И я, в общем, окрыленный. Начинаем мы проезжать эту польскую границу. А там Суббудхирам, бувалый, он говорит, все садимся в один поезд и проезжаем просто. Мы сели в один поезд, и нас всех забанили. И, значит, там было много всяких других приключений. Значит, мы ехали, ехали, ехали до Калининграда с отказными печатнями, потому что куда бы мы ни сунулись, нас везде заворачивали обратно. И у меня уже волосы дыбом, потому что в 90-е наставление духовного учителя, это значило, что ты должен умереть, но сделать. То есть сейчас как-то более свободно так относимся к этому, часто же. Не считаем их абсолютно. Тогда это были абсолютные наставления. Значит, мы пробирались до Калининграда, нас везде заворачивали с этими печатнями. Мы приехали в Калининград, поехали на поезд. Все там ночевали в каких-то вшивых там этих вокзалах. Доширак ели, потому что... Вот так же пошли, двух рук. Нет, уже начали разбиваться. И, ну как бы разбились. Кто-то проезжать начал, кто-то проехал, кто-то не проехал, кто-то с нами. Ты всех, да? Да, в общем. А я доехал уже до Калининграда, потому что мы вдвоем только не проехали. И две недели мы до Калининграда ехали. И, в общем, мы такие, я уже едем, мы садимся в этот дизель и пересекаем границу, и уже такое маривало. Я вот так вот как-то задремал так. И вижу это... Одно окошечко, как касса, знаете, такая пультофорская с кирпичиками. И я, значит, меня заинтересовало. Я к нему подхожу, и там правопада сидит, и эскимо ест, улыбается, и показывает мне за ключом. Я за ключом так ему заглядываю, а там пограничник ставит печати нам, проездные... Ну, с паспорта проезжайте типа. И я такой просыпаюсь, говорю же, нет, слушай, похоже, проедем. А он ничего понять не может, с чего я вдруг? Мы приезжаем на эту границу, значит, там... Там какая-то ситуация, все в поезд заходят, и все раздеваются сразу же. И мы стоим одни одеты, и все раздеты в поезде. Там контрабандажи, они засовывают всякие бутылки, сигареты, всякие там, и все. И мы когда из поезда вышли на границы, у кого водки нету, мы раз вдвоем руку подняли. И нам... Идите сюда, мы подходим, иначе с рюкзаками, они у нас берут паспорта, что едете? Да мы вот любим Польшу, мы хотим там, что-то наломаном там, бруско-польском, и он говорит, ладно, сейчас посмотрим. Начинает паспорт смотреть, доходит когда до печати, где отказные печати, но это все значит. Ну, он смотрит, они на себя ответственность не будут брать. там завернули, неделю назад у Людвета. Его зовут Марек, он раз поворачивается, бронелистывая страницу, и как бы раз дальше, раз проезжает. А старшины начинают смотреть, листают, листают, Марек, он раз... По листам, он идет, он снова использует. В общем, он ставит, на эти печати, мы ничего понять не можем, бодаем достаточно ухожен, все другое, нас пропустили, мы едем к Гру Дэву на Тул, в общем, все, прорвались там, бросла вообще, это самый счастливый момент в моей жизни. И, значит, и когда мы приехали, там такой Вишлужан, помните, да, кто? нашего Вишлужана в очках потери? Он, такой забегает, взволнованный, в комнату, я как бы душ принял, выхожу из душа, и говорит, я Гру Дэв срочно зову, вот я там что-то намотался, тилки поставил, побежал, значит, открываю комнату ему, вижу его, падал в Дондават, и в полном экстазе вообще, и чувствую удар по спине, такой, бах! а там, помните, историю эту с Гру Дэвом, да, когда он тоже потерпел, и пропал, и хоп, но он говорит, здесь тяжело, но когда я тебя заберу с собой, то там будет все легко и возвышенно, и я такой, хлопок чувствую, думаю, сейчас еще, он если это скажет, тогда вообще будет, но он не сказал, наверно, он может быть даже подумал, но я даже не знаю, что он мне будет говорить, вот, и вот такая, в общем, была забавная история, и потом, как-то Гру Дэв попросил нас остаться в Польше, мы делали просадную программу, потом, и вот, коротенький важный момент, я закончил, о котором я хотел рассказать, это, знаете, есть у Чанаки-бандита, что к царю, огню, учителю, там, животному с рогами, там, нельзя приближаться близко, вот, то есть, если нет квалификации, и, был такой момент, когда Гру Дэв попросил остаться в Польше, сделать программу, просадную, и он позвал, значит, меня позвал, говорит, есть кто команда, кто останется, ну, там, Кеша-вагопал, остался тогда, Тиртхопад, Шешанаби, в общем, все наши, вот, и, Гру Дэв говорит, вот тебе тапочки, в которых я в арендаву не хожу, вот тебе все благословения, вот тебе там, махапросады, вот тебе деньги, вообще, вот все, что хочешь, все, давай, оставайтесь, делайте программу, здесь, в Польше, и я такой, вообще, думаю, и вообще, просто, думаю, да что такое происходит, вот, почему это вообще происходит со мной, и тут сыграл такой момент, что, вечером я просто горел, то есть я просто горел, я, меня просто изнутри сжигали, какие-то противоречивые, вообще, чувства, то есть какое-то, это, какая-то, там, я, то есть я понял, что я слишком близко, подошел к духовному учителю, и что квалификации у меня, как бы, нету, вот так общаться, на самом деле, потому что, ну, если посмотреть на историю, то многие, кто были слишком рядом, да, практически большинство, как-то это, потом как-то отходили так, вот, и я потом написал письмо, что в РУДФ, я это, ну, все принимаю наставления, все, как бы, буду делать, но я вот как-то чувствую себя, что, как в каком-то я неправильном настроении нахожусь, ну, то есть там какая-то смесь была, доселе не виданная мне, там какой-то и гордость, и гордыня противная, такая, и с одной стороны радость, и с другой стороны, как бы, ну, или какие-то лишние эмоции, ну, что вроде я вот приблизился, да, к духовному учителю, я такой крутой, вот, и с этим надо было совсем бороться, еще надо было вот эту миссию служения, какую-то сделать, да, вот, и в общем, я тогда понял, что мне надо быть очень, как бы, осторожным, в своем настроении, в умном настроении, и внешне так же, ну, больше почтения к духовному учителю проявляет, вот, вот, что вспомнил, извините, что долго, а наверняка я нарушил, не надо, и Кришна, Маму Самхида Махараш. Садитесь. У меня не было такого служения вечного, близко, мы всегда и я. Обычно на кухне посуды мы всегда. Если там, наш окончал останется, июнь росты у меня всегда, и у меня всегда, Юра Ивановича, что-нибудь подкидывала. Так я и живу. Особых не было, но я вот хочу рассказать про Варшану, она была маленькая и в Ясно-Пудже была в Ленинграде. И они поехали с группой. Субудхирай, вот у нас был такой преданный, в Ятре он сейчас есть, только в нашей Ятре. И у него талант, он видит в детях вот этот потенциал, он видит, что их можно занимать в служении на 100%. И вот он в то время единственный, наверное, кто мог создавать просто такие условия, что дети, они играли такие роли, причем пятилетные дети звучали на английском языке слова, чтобы Гуру Деву говорить. А монологи были вот такие там, на целых листах. И вот представляете, история прохлада там, на английском языке, маленькие дети должны говорить, Мерсим Хватееву молитвы возносить. Даже до этого, так дети вдохновлялись, он как-то мог вытащить вот эту вот преданность и какая-то менялась в детях. И его спектакли Шилы Гуру Дев он просто обожал. То есть, ну вот он как приезжал, я часто видел, что у него даже слезы, да, то есть такие, Шилы Гуру Дев не мог сдержать эмоции. Дети маленькие, искренне играют, особенно, всегда получается, что Шилы Гуру Дев всегда с Тарисим Хватеевым, да, и любимый спектакль, конечно, его все время ставили эту историю прохладом. И вот этот спектакль поехал в Ленинград. Причем он так поддерживал вот эту, вот это начинание Шилы Гуру Дев, потому что в то время бедные, преданные были все. Нужно было купить какие-то материалы даже, чтобы ткань там, костюмы шить красивые. Вот, и собирали как-то по крупинке, все делали. И он даже оплачивал, представляете, мы должны шелы Гуру Дев все, как бы помогать. А он сам оплачивал дорогу. Говорит, бери детей, я оплачивал всю дорогу. Конечно, всегда находились преднаны, которые помогали Шилы Гуру Деву. Он оплачивал дорогу, и вот спектакль, Шабульхирай, он как бы путешествовал таким образом, по милости Шилы Гуру Деву. И вот, на одной из этапусов в Ленинграде, вот, Рашан Арат в числе, они поехали туда. Да, и она была маленькая, и не знала, что веса пузжа, обычно это за день рождения нужно какие-то подарочки дарить. Вот, и у нее были какие-то денежки небольшие. Пять или десять рублей ей дали на карманные расходы, хотя и времена. Ей было пять, да? Пять или семь? Семь. Вот, я и расскажу лучше. Семь лет. Здесь особая милость, поэтому ей хочется рассказать. Да, и она еще в школу не пошла, но вот, и ей дали что-то, и она пошла, просто она не знала об этом, увидела. Там продавали какие-то колечки, знаете, раньше бижутерия, что пять или десять рублей. Вот она ее купила, одела, а потом узнала, что Шилу Гуру Деву надо было что-то дарить. И она что-то сделала. Я поменяла колечко, когда стали дарить подарки, там короче из выстроилась, у них все были коробки с подарками, с ботами. И я побежала в этот магазинчик внизу, в Вашнамске, и сдала это колечко, и поменяла его на маленькое изображение Кришны, которое на пастушах из Гарпуру кидали. И вот с этим маленьким изображением… И она с этим изображением пришла, Шилу Гуру Деву и подала. А потом Натюса Киртон, обычная программа, да, висопут же Киртон. И он ее взял за руки, и она, когда почувствовала, что-то он в руку положил. И когда уже он так… Ну, знаете, дети Шилу Гуру Деву под ручку ходят, да, в это время. Когда он уже ее отпустил от руки, она смотрит, у нее в ручке золотой перстенек. Представляете, да, то есть мы что-то, один шаг, Шилу Гуру Деву на встречу, а взамен столько милости получаем. Вот этот перстенек она ходит, наверное, до сих пор, да? Вот такой случай, то есть я почему-то его помню. Он тогда же и Вериндауру не подарил. Кольцо тоже, которое Нарисим Хадеб вот так держал. Кольцо. Вот. И она, когда замуж… Что у нас дела? Замуж вышла, да? За меня. Я это кольцо у нее отобрал, как приданное. Она сейчас вот с Нарисим Хадеба кольцо написала. И где там Нарисим Хадеб? Нет, там Харе Кришна написано на обратной стороне кольца. Гравирует. Вот такие истории, они не значительные с точки зрения каких-то, да? Ну, не глобальные, там, не какой-то там… Не сорок тысяч базилотгиты там распространились. Но это говорит о том, что волшебный Гуру Дев, он находит каждому. Вот каждому, вот каждый чувствует свои личные отношения. Не взирая на тело, не взирая на наше положение. Шилу Гуру Дев едет нас как души. Вот. И Динаморский один раз, он сказал, я вам всех заберу, да? И спрашивали про учеников, ну вот ученики бывают, как, ну пришли недавно, там, кто-то еще, да, пришел. Он сказал, мы все вечно связаны здесь. То есть никогда не было так, что мы были без Шилу Гуру Дева. И вот он Динаморский сказал, я вам всех заберу. Ну что, ну, наверное, надо только не прыгаться. Можно я... Что вы говорите, да? Да, 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 да. Можно я хочу выйти, и вот... Гуру Дева, вот он очень тонкий, да, как личность с такими качествами, что он видит, да, каждую личность. Я хочу на опыте вот своей семьи, как он имена давал, ну духовное имя да, да. То есть он же, ну, как, он же не рингент, да, то есть что, чем за человек занимается. Ну допустим, вот мне, он не знал, что я йогу там много лет веду, да, да, дает имя раса Амрито, это нектар бессмертия, к чему все йоги стремятся, чтобы получить нектар бессмертия, там выйти через Ахасраву, там... И он, значит, имя дает, мне вот он ушло, как переводит нектар бессмертия, высший вкус нектара бессмертия, говорит, ну в вашем случае высший вкус нектара преданного служения. Ахаджа и потом старшая дочерь родилась Ахаджа в День Явления Груды, вот 20 мая, вот. Нарисимха были Акадыши. И, ну, у нас такой долгожданный был ребенок, не было детей, но мы с мужем долго. И у меня, ну, медитация, когда я ее рожала, думаю, что это вот такая, ну, как любовь к Богу, сейчас у меня вот такая любовь к ребенку, то есть вот как-то любовь, любовь вот это слово, да, и он, он как раз приезжает на Весопуджу и дает, ну, письмо пишет Джанаке Сундаре, что вот родилась девочка, дайте, пожалуйста, вот имя, она родилась в День Явления, значит, ну, ваше День Явления тоже, говорит, Симф, Акадыш и все. И он ему говорит, келика дам меня, потому что он говорит, нефтар на облако любви. Ну, что такое, ладно, рождается второй ребенок, она родилась 20-го марта, 30-го мая, и она родилась, у меня, значит, было, ну, сокровище, сокровище, вот какое-то у меня, вот, мои мысли, как матери медитации, ну, так я ее называю, так, что совсем по-другому называла. И приношу ее двухмесячную бурдеву, вот дайте, пожалуйста, имя, а он говорит, что там они, потому что он говорит, сокровище. Сказала, сумский камень, голубка Вриндава, она из которой, ну, что, да, то есть какие-то йога синхи, когда, хотя человек совершенно, да, не занимается там йогой никакой, да, то есть он вовсе вот это настолько проявлено, вот, в общем, такие вот реализации, что это, конечно, какое-то, не знаю, существо божественное. И моя первая встреча произошла тоже с ним 20 лет назад, когда я его видела на Уралмаше, он давал лекции, на Уралмаше, да, снимали, вот, река Лаврова, по-моему, да, и я приехала, я начала только тогда вести крас-йогу, то ровно 20 лет назад, и у меня очень полная сумка лакшми, мне сдали деньги, там, за абонемент, там, первые группы такие большие начали набираться, значит, я, ну, сумку поставила, Гуру Дэв заходит, и это первое, как я его увидела, я слышала, что есть Гуру Дэв, потому что мама моя уже медитировала на него, по-моему, даже инициацию, я же тогда уже готовила. Он заходит, я его вижу, вот так вот иду за ним, то есть я вижу какое-то свечение, но у меня вот это тоже рентгеновское есть немножко зрение, я вижу чакрану, вот эту систему, вот эту ауру, то есть он светится, я, значит, иду, иду, в общем, тут падаю где-то перед ним, он начинает лезть, в общем, я-то всё, может, я уже тело оставила, и где-то тут рядом с ним нахожусь, вот не в этом теле, и потом через час начинаю вспоминать, что у меня там где-то сумка какая-то была, просто эту историю многие знают, вот в Алмаше, мне потом камалакаты, где-то там, где-то вообще эти наркоманы ходят, когда преданные собираются, они ходят и вот там воруют, да, потому что, в общем, таким образом, у меня, то есть я приезжаю в группу на следующий день, то есть у меня вот сейчас там за арендусов и всё что-то, у меня вообще эти мысли материальные, они просто вот закрылись, и у меня в сердце такое, то есть ты потеряла материально очень так, немало, да, такое обрела духовно, ну что, 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 и вот прям тогда вот, что это мой духовный учитель, и как это намного важнее, чем какие-то наши материальные там ценности, вот уже тогда… Утащили деньги? Да, да, сумку унесли, там документы, с деньгами всё как бы безвозвратно, главное, что у меня не было сожаления, хотя я как бы материально в мире живу, то есть, и, конечно, мы все к этим вещам привязаны, было вот такое наполнение вот тут где-то вверху, что я что-то такое обрела вот… В тот момент я поняла, что это мой духовный учитель, такая была мощная реализация вот с тех пор, вот такая федитация, вот что… Я очень много проповедую, то есть мы… Ну, кто у меня был на занятиях, то есть у меня в основном преданные занимаются, но и начинающие преданные, и те, кто становится потом преданными, то есть, на Пушкина веду вас, Саша, в этом зале, сейчас тоже в скрестной школе, у меня там огромный пакет из… плакат из Бриндавана, Раха с Кришной висит, это колледж экономики, ну… вроде ни с чем не связан, и с Кришной было место, да, но там зал, который мы говорили, тоже веду, намоленное такое место, вот, и там висит огромный плакат, то есть я веду под мантры медические, под наши, все ващинавские занятия, и мечтаю браговать битвы перед занятиями, то есть отключаю для людей. Вот для меня вот проповедие каким-то образом приходит часть, то есть мое служение, то, что я могу делать. Олег Викторович, ну… Олег Викторович, ну… Гуру Дэв, это первый духовный учитель, которого я встретил в Искорбе в 2001 году, по-моему, мы приехали сюда, в Екатеринбург, сказали, что Гуру приезжай. Вот мы с друзьями поехали, это был… он, родим нас с вами, это был в Муханемых, вот этот дворец… Дворец? Ну, или в зале в этом, то ли фойе, то ли зал, то там… Зал, да, спортивный зал, типа фаи какой-то, ну, второй этаж какой-то или что-то. Там зал был и... Да, и мы еще не знали толком, что там, какой этикет вообще. Просто он когда зашел там, а мы где-то взади стояли, ну, толком народу, как бы, его там все встречали. А мы еще делов вообще не знали никаких, как бы, и читали по два круга, по-моему, джап. И он когда зашел, все начали кланяться, и я парням говорю, падай. И мы упали тоже. Вот, и мы упали, а мы же не знаем, когда подниматься-то. То есть лежим в поклоне, и все, и все уже давно, видать, поднялись, и Гурдебу здесь проходить надо было, и как раз Лимонасту там иду. Лимонаст тут прошел, и потом он лекцию давал, что если вы читаете два круга, добавьте, читайте четыре, и добавляйте, добавляйте каждый день. Вот это как-то вдохновило меня в Кирт, они сразу там, преданные, нас затащили ранганах, помню, там, в паровозике вот и во все. Вот, и как-то классно был спектакль, помню тогда спектакли очень классные, в Екатеринбурге были детские вот эти вот, которые мне очень нравились. И я после вот этого Даршина, как бы, через две недели уже 16 начал читать. Как бы, принял вот это представление, что надо добавлять, и сразу будущем на 16, как бы, быстро очень. Вот, это один момент, но, как бы, у меня не было такого, что это мой духовный учитель. Как бы, я вдохновился, да, когда вот пришло время, там, через четыре года, да, когда я уже начал думать реально о духовном учитель, то у меня вариантов много было, как бы, все гуру искон очень достойные, очень трудно было выбрать, на самом деле, вообще практически невозможно. Вот так умом выбрать, то есть мне многие нравились по разным причинам, как гурудев, и гасвами махарадж, то есть уже тогда инициировал, и бхакти-вай-бхава махарадж. И вообще, а, что ничего тогда еще не было, но он не смеял, он же недавно начал. И мне даже снились сны, как я стою в разные очереди, стоят разные духовные учителя, и ранжина махарадж, либо гасвами махарадж, либо гурудев, и очередь. И надо выбрать очередь, потому что с вами не написано с ним. И я думаю, боже мой, как это вообще выбрать? И потом я съездил, и потом осталось у меня две кандидатуры, гасвами махарадж, либо гурудев. Вот, к этому я подошел, и когда я съездил на Картику, в Дхаму, и приехал из Дхамы, ничего там не произошло, как бы, такого, и с гурудевом я вроде не пересекался. Но просто приехал и понял, что гурудев, то есть просто вот внутри, понятно стало, что гурудевна с вами махарадж, вот, и я жене сказал, она думала, гасвами махараджа я убью, все-таки убьюлась, почему-нибудь. Я убью, я бы убил, гасвами махараджа, ну, и тоже предалась, как бы, вернее, гурудеву и предала. Вот, ну, много качеств, конечно, у гурудева потрясающих, я, как бы, немного пересекался тоже так лично-то с ним, но в один раз мы, когда сидели в храме в Раджмахан, это народ Канада Садхакура божеству, да, кто был, я не знаю, гурудев очень любит это место, он пожертвовал очень много денег на восстановление этого храма. Это одно из пяти божеств, которые были на первой Гавра-Пурнине, вот, когда Господь Читая покинул этот мир, народ Канада Садхакура в Китуре, когда организовал первый фестиваль Гавра-Пурнина, там пять пар божеств было, Ахи-Кришна, его Раджмахан, одно из них, как бы, гурудев очень любит народ Канада Садхакура, это, для него, самый главный герой в предном служении из тех поколений, ну, проповедников. И вот мы там, когда были, как бы, я пил Киртан сначала, пока ждали гурудева, там гурудев пришел, я микрофон ему держал, он пел, вот, там я почувствовал, насколько он сильный, он микрофон, когда, ну, не так я как-то держал, он, так руку, сила, потрясающая вообще, у гурудева, почувствовал, насколько он силен, и насколько он не делает никаких лишних движений вообще, вот это меня поразило, что он четко знает, как вообще экономить во всем, то есть, вот, очень практичный, да, гуру, один такой момент меня поразил, очень практичный, энергию просто так не тратят, такие люди, то есть, он четко знает, как ему действовать, какой же сделать, что, как, никаких лишних движений, удивительный такой опыт был, и опыт был, конечно, на Аркаиме потрясающий, когда он приехал на Аркаим к нам, я многие годы мечтал, но просто думал, это вообще нереально, это мечта какая-то, что гурудев когда-нибудь на Аркаим приедет, я уже мечтать перестал, вообще, я об этом, что за бред, в степях Аркаима, там, мистер Вселенная, его везде жгут, там, ну, вот, и тут сообщают мне, то есть, что гурудев должен приехать, я вообще не верил, пока вот он на Аркаиме не появился, он уже в Челябинске был, мне звонили уже, там, но я не верил, что он на Аркаима, я вот три раза переспрашивал, точно должен приехать в Аркаиме, может, не надо, я вообще не верил этого, никак, все, и потом, гуру Парампара уже звонит, а я уже на Аркаиме, гуру Парампара, там, программу организовал в Челябинске, багава там, внутренний, с гурудева, рассылку дал, уже люди стекаются в храме, он мне звонит, говорит, я не понимаю вашего гурудева, как с ним, я, говорит, не знаю, что делать, я, говорит, тут такую рассылку дал, люди идут в храм, он, говорит, еду на Аркаиме, я, говорит, не могу ничего сделать, он, говорит, сейчас прямо хочет на Аркаим выехать, и все, и гурудев не стал, багава там в Челябинске, давай, поехал на Аркаиме, приезжает с командой, с этой, в общем, и до этого у нас был Притху Прабу, да, из учеников Пракхупады Даянанда, Госвами, ученик Радханадхи Махараджа, главный брахмачарий, да, он был в этом, в Лондоне, то есть были такие фигуры, но они как гости приезжали, они приезжали как слуги, как гости, но Рудеф приехал как генерал, как военачальник, как хозяин Аркаима, то есть у него другой подход, это генерал Санкиртан, он приехал, сразу оглядел своим опытным взглядом всю эту поляну, мимо нашей сцены маленькой этой походил, такой, а где сцена? Сцену, говорит, Ютхишкира сидит, записывает, говорит, указание, говорю, да, вот так, аппаратуру мощнее сделать, арендовать, арендовать большой генератор, осветить всю поляну по периметру, сделать освещение поляны, Ютхишкира сидит, записывает, говорит, сцену увеличить на метр, поднять на два метра в ширину расширения, такой у него подход мощный, вообще, со своими масштабами, как бы, со своим видением, как, что надо, этот грузовик убрать отсюда, он весь вид портит, это так, это так, это так, все расставил по местам, вообще, потрясающе, конечно, как вот он в проповеди использует все, все время медитирует только на то, как распространять это послание, везде, 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 он это делает, спонтанно он это делает, или спланированно он это делает, в Джайпуре он спонтанную Харинаму устроил в царском дворце, вот в этом горах, кто-то был тогда? Не было, в этой коре, вот, он же возит на картику в Джайпур, всегда он любит, там, ну, вообще, ну, отношения с божествами, город Куговин, да, очень любит, вот, это бхау Джайпурск, и вот мы пошли во дворец, там, в горах, такой дворец крепостной, вот, где божества, где, ну, от мусульман-то охраняли Гриндаванский туда, ведь они ехали в Джайпур, потому что Джайпур никто не мог взять из мусульман, вот, и там, в этом дворце, эти божества жили, как от Куговин до какой-то время, и мы туда пошли, ну, там скучно, дворец-то великолепный, конечно, там никто уже не живет, это как музей, просто ходишь, и все выше, 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 все, в горах крепостные, стены, башни, башни, там, разные узоры, ходишь, как бы, ну, все равно тоскливо, и он там, креномостно, просто подхородал, спонтанно, и там народ весь оживился, и охранники этого дворца, и все-все-все-все, да, и там пляски начались, и все, хотя это музейный такой экспонат, и он там вычислил, там, француженка, Когда она подошла к нему после этого кирта, она сказала, что мы с другом по Индии путешествуем. И я, говорит, такую мантру не слышал, это что такое дура. Он ей начал проповедовать, потом пригласил ее вечером к Раджу, к своему другу, к аристократу, у которого кир огромный, пышный, как мы всегда вкушаем вечер. И он туда их пригласил с другом, и везде ее прославлял. Она социальный работник была из Франции, детям помогала, он ее прославлял. Потом предложил ей во Вриндау, он с нами поехал. У них вообще планы другие были. У них все распланировано, все имя было, то есть 40 дней или сколько-то они с другом путешествовали, приехали первый раз в Индии. Он пригласил их во Вриндау, он говорит, поехали с нами. Гляжу они во Вриндау, они с нами уже по парикраммах, потом Гляжу на Фсари уже. Потом им уезжать, он объявляет, всю группу собирает, объявляет. Вот Лолита со своим другом завтра уезжает. А у нас такое событие, потрясающая свадьба, вот этой переводчице-то Галинды Махараджи. Как ее зовут? Кто-то знает, кто помнит? Рати Манджари. Да, 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 Рати Манджари. Она долго замуж не могла выйти, и Галинда Махараджи все, хотел ее замуж, и нашли хорошего человека, англоязычного. Киртани, хороший, предный, хороший, и вот свадьба, это наконец-то, и вся группа Галинды Махараджи была приглашена на эту свадьбу. Галинда Махараджи собрал нас всех, говорит, завтра такое событие потрясающее, свадьба моего брата, Бога, Галинды Махараджи, его ученицы. И вы все приглашены на это событие. Вот, жалко, что нас покидает Лолита со своим другом. У них уже взяты билеты, но, говорит, ведическая свадьба, это потрясающее событие, оно, говорит, размягчает сердце. Это очень важно, на самом деле, это удивительный, как бы, удивительный праздник. И здорово было, если бы они увидели это событие, и вдруг получится так, что они даже билеты сдадут. И потом они сдают билеты, и он в конце, говорит, уже по римлянам, что, говорит, смотрите, она, говорит, я с ней беседовал, с этой девушкой, с Лолитой, она, говорит, такой человек, очень принципиальный. Она, говорит, если что-то планирует, она мне сказала, она никогда не меняет планов. И тут она представляет, и, говорит, поменяла планы, сдала билеты, а не в Гималайи должны, говорю, поехать. То есть, он ее так, любовью, вообще потрясающе, всю ее прямо лелеет, как каждого человека, он вот так вот лелеет, готов уделять время. И я недавно, Индродюмное радио сейчас есть, кто-то знает, не знает, знаете, да, все знаете, классное радио. Вот, и я просто включил недавно, и там, где Сапхуджа была каких-то там лет 20 назад, может, если не больше, в записи. И там Гандхарвика, вот, которая помогала-то оставлять тело в Раджа Лилита, вот она там подношение делала Гуру Деву, и там потрясающий был момент, как бы, она говорит, проповедническая программа какая-то была серьезная, очень, вот, и много надо было очень всего сделать, в общем, и Гуру Дев берет и говорит, мы сейчас едем в гости. И он говорит, у меня противоречие такое, как, Гуру Дев в гости, в это время, когда я врал тут в проповеди вообще. Я знаю, то есть, что Гуру Дев никогда ради проповеди куда-то в гости не поедет просто. Он говорит, мы сейчас все забираемся, едем в гости, и мы командой, говорит, в гости едем, и у меня, говорит, в уме, мы не укладываются. Такие гости. Приезжаем, говорит, туда, и там какой-то джентльмен позвонил утром Гуру Деву и пригласил его. Вот, но у него кто-то тело оставил из родственников, и Гуру Дев оставил проповедь, то есть, поехал к этому джентльмену, и, говорит, весь день посвятил ему. Тот проса приготовил все, и Гуру Дев все время с ним беседовал, то есть. И потом Гуру Дев сказал ей, я, говорит, запомнил на всю жизнь, когда, вот эти слова Гуру Дева, он сказал, что большое сердце означает, что мы можем позаботиться как о многих, о всех, так и о каждой поддельности. Удивительный момент такой, Гуру Дев, вот он такой, он готов, он такие глобальные вещи делал, я, да, но он готов ради одного бросить, это как в Раджа Лио, допустим, да, мы знаем, из Польши, как это там, практически все на нем держалось. Он поехал, блин, давай, чтобы помочь ей оставить тело. Вот такие случаи потрясающие. Есть чем учиться, замечательно у вас, Гуру Дев, в общем. Человек, дорогие, на своей махараджике. Да, 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 да. Гуру Дев, расскажите, есть какая-нибудь история. Я вам историю очень, очень много историй рассказал за эти годы. Ну, первое такое было изначально, когда я был в Одессе, и там был фестиваль, ну, как раз приехал. И я там был в помощь нести камеру, ну, там был прохран, был, а там сколько? Я же не знал, что это, как я могла нести, ну, недавно, но я буду там приезжать. Я так помню, что, когда был душеврот электрон, да почему, но тем не менее, я там уже не приезжал. А чуть погромче можно? Ну, да, а потом там Махарадж Баларана из Москвы, прямо от того, сколько он поставил Баларану, то есть Большой Баларану, это был общий, и мы там все смотрели. Такое было ощущение, что он нам всем поставил, как Махарадж, знаешь, как у нас всякая любовь, это все как будто бы, классно. И я там присыл имя духовного сына, и он был один улетящий сын, и не дисклей, не был. И когда пришли годы, и я уже был на кастантуру, уже забыл, ну, как уже некое знание, что там, что с ним делать. И я писал Махарадж, честерочка, чтобы у меня внук родился, ну, чтобы дали мне внук, детское, а сына звали Никита, вернее, внука звали Никита. И Махарадж вообще ничего не спрашивал, вообще у меня накуло. Я говорю, что Никита накуло, повторю, что сын уже клещил. Знаешь, такая ситуация, и тут у него сын уже сказал, накуло. Но это еще время, в это время, я думаю, что это случайное совпадение. И я, знаете, снова еще и внук Влад, и я тоже иду в натуре, я тоже переводчик. И я честно думаю, что для Махарадж я был вообще не в глазу, там были души возвышенные. Ну, что там, я понимаю, что там стою, но тем не менее, я не был так на виду очень сильно. И он говорит мне, это самое, вот честное, он говорит, хима. Я там упал, не пошли, я еще лежал полдня, ничего не делал. Ну, да, потому что, допустим, Махарада же говорила, что Гурадев, я не знаю, как это, как карамат, я не знаю, как он это все принизывает. Иначе, я думаю, просто такая ситуация, я был просто поражен. Ну, а там натуре что еще? Это еще было, допустим, там, ну, там не сады служения, у тебя там в охране был, там, в рейтинге и так далее. А то еще меня там с сэрюм взяли. Ну, допустим, там, я уже там прицаревывал, чуть-чуть на сцене, там минут 20 ходил там по сцене с сэрюм. И даже я, я захожу, короче, я сплю там на устроке в помните. И я человек думал, что я там хожу, я вообще не в глазу. Он заходит, значит, на меня говорит, это Кинг. А я же помню, что-нибудь Хунг-Кунг. А я же, я же, я не понимаю. А я говорю, Кунг. А они, говорит, в Ташины. И там же есть такие ситуации, которые такие. Надо ехать на фестиваль. И у Махаржи еще есть там места, чтобы все, кто-то вопрос хорошо, надо ехать с Махаража. Я, допустим, я стою уже, и все там запихивается, и все, а я думаю, что я сейчас поеду с Махаража. Мне кажется, это было приятно, там, в Махаража мы едем. Так, ну, Махараж меня бьет просто, бьет, мне вот так, да меня, бля, спихивает. Я бы говорю, это рука, я бьет, как я его руками трогает. Еще такие были ситуации, допустим, Махараж, допустим, что-то надо кушать, да? И тебе дать, ну, как я вот жуал, да, помидор, да? Так, что, допустим, Махараж, там, применение, там мектар, вот, вы знаете, чисто точка материальная, Вот, допустим, там, вас вынимают из семьи, там, семью, на два месяца, просады, жилье, Ты вообще, ну, просто, просто брахмачарий. Это, в общем, свобода вообще от материальных желаний. У тебя все есть. Нектар, Махаражи приезжают, все вайшнаны, кришнана-кадха, общение, там поют, там танцуют, все витатыщные, вообще никакой нет прожатки. И так-то два месяца. Это просто, куда попасть, Махараж говорит, приезжать, я дожду, приезжать, он же же приглашает всех. Ученик должен хотя бы один раз приехать, хотя бы раз. Если вы за раз уже поймаете, уже все. Иначе он говорит, что там, ну, не Тинанда, лично, Прабхупада, нам дают свою благодать через Махаражи. Потому что, допустим, надо нам как-то в натур попасть. Он приглашает всех, даже и не учеников, туда все приглашает. Вот такие дела. Кто-то есть из мужской еще половины? Или за девушек возьмемся? Можно есть только прогулка, скажем, на большом поле? Да. А на коробке вообще? Ну, естественно, преданным, да, сюда, другого, на востоку должны спать. Там какая-то, умер, где духовно находится. Не знаю как, но рассказывали, видимо, очевидцы. Была какая-то очень тяжелая программа, видимо, и Бурудев устал. И приходит, и вот как был, и падает, и спать. И двое преданных, один старый, ну, давно, Харьи Кришна, второй молодой. И молодой спрашивает старого, слушайте, а Бурудев головой не на восток лег. Старый говорит, ну, востоку не повезло. Эта история была в Екатеринбурге, это Шига-Винда, и когда планировали, как будет спать, Бурудев, я говорю, ну, там-то не восток. Он говорит, ну, не повезло востоку. Не на то ли было. Еще можно две истории, такую, коротенькую. Когда мы там все уезжаем, да, ну, артисты разъезжаются, и, ну, нет, ну, не кому играть роли. Там идет польская фонограмма, польская, и тебе, наверное, нужно чуть понимать, польская язык, да, и вот, и мне тут, далее помню, роли рамы играть. Ну, не знаю, что рама по внешности, надевают костюм, ага, и ты там ходишь, так, в руки, или ты там, у тебя там, это самая, да, да, и ты ходишь, и там идет фонограмма, и тебе нужно, кажется, как-то все так в такт это делать, ну, так, чтобы было красиво. И тут мне говоришь, а я же, в польской говорят, слабовато, знаю, ну, да, там, ну, да, и на. А то это самое, вообще, и тут мне надо взять ситу за руки. А там вот маты же все стоят, знаешь, они такие, ну, такие, за деревьями такие, у меня такие белые, как деревья, так стоят, и я там начинаю там ходить и спать. Он мне говорят, ситу, 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 а я, ты знаешь, мне вот этот агерот, да, вот туда смотри, и вот так, что переживаешь, сцена очень высокая, ну, может быть, вот эта, высота, высокая, а ты что, в костюме, да? Если туда думаешь, травматология, потом по всей Польши прыгает, если ты попадешь вниз, и сюда смотришь, и сюда. И это было просто, и потом, когда я там в раму стрелял, в раму стрелял, я там вот так стрелял, я не понимал, что я вообще делаю. А Макрошка говорит, смотри, а что ты не понял, что там в раму стрелял, а она говорит, это же в раму, что поставлю, он все же, ну, ты что, у меня там, как с параму, как с хакаемо стрелял. Так что приезжайте, ждем, там, сколько смеху, сколько радости, сколько стара, вы там будете в нем плыть, даже не замечать, если вы не так. Слушай, а я помню, Арчи-то ушел со сцены, вот мы первые, которые шили костюмы эти, здоровяков-то такие, они здесь живые еще, а он что-то раз, раздухарился, там, как-то дрался, и ушел, но там сцена чуть ниже была, все равно, он там улетел, да, не убился, выскочил, там, доиграл еще. Потом увезли, да, уже, дослушал, как Грудеф. Грудеф, он, вот ты рассказывал эту историю, я прямо, это, прочел, вот увидел этот момент, когда тур заканчивался, и там были два водителя у нас, одного он сказал, там, ты застал парт Хасарадки, когда был на зеленом еще автобусе. А было два, а было два их, да, усатые, одного Грудеф назвал Гор, а другого не Тай, в общем. Это были два дедушки, такие кофе-дедушки, которые курят там, ставят автобусы, жарят сосиски там, в общем, что-то. Вот, и они с нами прошли тогда, туры длинные же были, по 4 месяца, и они с нами прошли вот там весь этот путь. И в конце, еще в свеженовской школе было, значит, когда прощали на это, все сидят, все на эмоциях, там, глаза на мокром месте все. И, значит, и он позвал весь тур, в том числе водителей всех там, и посадил рядом с собой водителей. И он сказал, особенно, и он, как бы, искренне это говорил, я очень буду скучать по нашим дорогим не Тай и Гаурану. И они, короче, как заплакали эти два деда, реально, просто, они там говорить не могли, ну, плачут реально, дядьки плачут, сидят. То есть настолько вот у него эта любовь, вот эта классная, что он и о многих может позаботиться одновременно. И также и о каждом. Один раз он собрал просто всех, срочное собрание, все бегают, не там, все спят, не спят. Там были, кстати, темы, когда Грудев сам бегал со слугами, ну, там, и врывались они в номера, и брали за ноги, за руки, и вытаскивали в коридор, там же, ну, в натуре же до часу, до двух, до трех иногда, там, сборы эти все. А он просил, что приходите хотя бы на, ну, не на Мангаларите, но на Гуру Пуджу приходите. Вот, и они, в общем, и вот, и эти уже давно это перестало, они уже перестали как-то так вытаскивать, но тут прямо такой шорох навели, и все собираются, и он рассказывает сон, говорит, мне сегодня, сейчас, говорит, в этой ночи приснилось, что я сижу где-то в очень чистом месте, в каких-то горах, и лес дам передо мной, сидят много-много саньяси, там, говорит, далеки, много там километров, потому что саньяси там тысячи, я, говорит, где-то в конце сижу, и сиди, про упада на возвышении, но я его вижу и слышу, что он говорит, и он какую-то, ну, дает лекцию какую-то, и потом говорит, кстати, Яндрадюмна с вами, и обращается ко мне, а как у нас там дела на польском туре, Гурдев сон рассказывает, вот, и Гурдев говорит, я в замешательстве с Шилоп-лопада, мы стараемся, мы что-то делаем, и он говорит, передайте преданным, что я про каждого из них знаю, говорит, что я очень доволен, чем вы занимаетесь, как вы это все делаете, вот, и там реально просто у всех потом на три года еще энтузиазм, и все, историю там, ну как после такого не поехать, вот, 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 поэтому, да, иногда очень важно Гурдевы, чтобы приехали, иногда не хватает людей, вот, не хватает труб там, поэтому, если у кого-то есть возможность, не раздумывая, и идти. Ну да, мы сегодня приезжаем, у нас очень мало, очень мало, вообще, просто хоть, ну, да, он сам не уходил, а потом уже начинает приезжать, начинает приезжать, съезжать, это больше, 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 нормально, опять, какой-то рейтинг, но, тем не менее, опять оно тяжело, классно все. Да, он сам, ну, сейчас как-то пореже, вот, все 2000-е, начало, то есть он сам во всех, сам идет, скамейку тащит какую-то, там, дождь налился в эти палатки, помню, в Пандов и Кадыш, там, по полторы тонны воды в каждой, он сам ходи завернул, вычерпывает, хоринамы сам вводит, то есть полностью участвует, то есть это его тело, он полностью и как бы во всех процессах, просто, где ему нужна помощь, он учеников просит, оставляет, вот. Бывает, там, где дождь, просто дождь и дождь, там, когда начало, вот, первый фестиваль сегодня, мы так выставили, сегодня дождь, ну, надо, там, он ходит на сцену, они ходят, артисты на макиянике, они все мокрые, они там все выходят, начинают там, 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 выводят, исполняют себе, как-то, играть, или, конечно, в городе, и никого вообще нет, он не слышал, там, Бог бросил, там, зончиком, где не могу нелезать, как-то. Я помню, какая-то ситуация такая наша, говорю, да, обо всех заботятся, он зашел к нам, Павел, говорит, здесь очень темно, я говорю, лампочку поставить, люди будут бояться, пожалуйста, поставь лампочку, я же заплакал, забудь обо всем, обо всем, тут подъезжаешь, вот, или спальник, там, кровать, ну, что бы себе, я же, когда бы по спальни не было, а там, по словам, во всей пушке, во всех, во всех, во всех, это же, надо быть, у меня такое большое сердце, я раз, что не улыбались, и у всех нас, конечно, конечно, не в сердце, как и души. Матушки, может быть, у кого-то есть история, реализация... Коридор такой образовался. Да, он теперь и на Балфу просто, реализация. Мне городер так сказал, что, я просилась на этот пульский тур, три раза сейчас там было, а он мне вообще говорит, нет, ну, вот так вот, ты, говорит, здесь важнее и нужнее, я бы думала, что для вас здесь, когда ты так еще здесь и расстреляешь к ним, ты мне здесь нужнее. Ну, а так вы говорите, что пульский тур, каждый ученик должен съездить, а он мне три раза отказывал. Я просилась прямо вот искренне, я говорю, что я хочу и хочу. Ну, есть особые ученики. Поэтому, как вот понять его, потому что не могу, он сказал, что здесь нужнее и важнее, здесь лучше больше не сделаешь, больше меня здесь удовлетворить, чем на пульском туре. Поэтому я вот стараюсь его и здесь удовлетворять, у меня все будет. А что рассказать? Я говорю, что у меня нет таких сокровенных элил, я говорю, лично я не общалась, как там эта Галинда, у меня нет таких реализаций вообще. Рогалеха – это та Матаджа единственная, которая Грудев говорит, как Рогалеха, нормально, завтра едем к ней. Они постоянно к ней приезжают домой. Так не ко мне, а Гередоша. А, Гередоша. Гередоша, Гередоша, гость его приглашает, мы все в гостях у него, все с ним горели. Поэтому, только как Гередоша пришел, вот я могу рассказать ко мне. Ну, мне в целом приснился, что, ну, ко мне пришел, видишь, на весне показать духовный мир, и вот, что тебя ждет духовный мир, на конце все идет. Я Грудева, Реализация, как он мне рассказал, что вот ко мне пришло так-то вот, и это как мне быть, лично вот такое все, вот так красиво, духовный мир раскрылся, прямо все, красота такая. Он мне, что, это реализация очень хорошая, и к тебе осенью придет Гераш, Махарадж, Божество, я сам его найду, и тебе принесу. Это Гераш, Махарадж. Он так хотел лично приехать, но так он не мог приехать, он перебитал через Махараджу, и через 4-4-8-й. Это Божество. И потом, ну, пожалуйста, не надо. Ну, потом лично стал приезжать Герашу, Махараджу, Костю. Ну, несколько раз, не надо. Ну, поэтому мне нет никаких реализаций по сгруппированию, потому что, ну, нет какого-то, ну, просто об этом мне нечем рассказать. Это не такие реализации, куда он приезжал по своим домам, Герашу, Махараджу. И, что распространять книги. И шел ко мне во сне и сказал, это все твои проблемы решатся, если ты будешь распространять книги, Махараджу, и все проблемы решатся разом. И все там ушло, какие-то дела во сне. И так наяву сказал мне восстановить книги. Поэтому я стараюсь восстановить книги. Последнее восстановление, в городе, я вам только сказал, что Высшее Ужение Святое Имя. И, если вы здоровье, восстановить книги. Ну, выставляете здоровье поддерживать. Если вы меня поддержите, так сказать, здоровье будет и духовное, и я еще могу, смогу еще друг друга послужить. А так больше я вообще не хочу вам сказать. Потому что надо больше реализации, мне кажется, то в польском туре было, а у меня ничего такого нет сейчас. Поскромничала Махараджа. На следующий раз. Бессменный повар. Я вспомнила, я в жизни никогда не была готова, я не любила, но еще там все с артистами и прочее. Я помню, дело с какой-либо, мы приехали зимой, это была зима, мы сидели сюда, Желина как раз, в конце очереди, на Даши, на Даши, на Даши, это было после Маракона Санктитовой, в самом конце, это было после меня было. И когда я увидела, он выслушал ее ситуацию, сказал, я могу сейчас тебе инициацию дать, там сейчас, или в Питер, может, приеду. она пришла, она сразу дала ее по-нарумон, припомню, вот, ну и я, спустя уже тогда, где-то куда два назад, помню, что вот это впечатление, тогда немножко, при Дару, я видела первый раз, с глазами Бранжелина, она мне привязала по этим, показала, то есть, весь вкус, это состояние, при Дару, через ее, введение было, вот, а, про, про, там, про повара, я пришла на Даши, я пригласила Бранжелина к нам в город, я говорю, первый раз, он еще не был у нас, я к тебе в городе, я говорю, а ты не будешь менять, потому что, это был такой опыт, смешной, ну, я говорю, я не, ну, в общем, не был опыт, как бы, и, Бранжелина приехала, в одну комнатную, маленькую квартиру, у нас очень там была, одна комнатная квартира, Бранжелина там ушла, в одну комнату, и мы чего-то там пытались, изобразить, мы какие-то соленые самосы сделали, там, пережаренные, потом выяснили, что он любит, сладкий печень, ну, я не могу, как бы все это терпел, ну, да, указание готовить, ну, и вот эти все вот эти вот, бесконечные эксперименты, вот, он терпел, я помню еще один раз, в Москве мы были на этом самом, была Рафхаядра, опять Махараджи, и, я вызвалась помочь, просто, думаю, овощи на кухне, чуть-чуть, ну, прийти там, почистить, и Прабу, который за все это отвечал, вдруг исчез куда-то, говорит, ну, ну, Махараджи, готов, провалиться за холодильник, когда говорят, ну, Махараджи, пригласил всех своих друзей, там, я раньше, поцараюсь, там, ну, в Махараджи, ну, ну, в Махараджи, потом, маленькая незначитель, вот, спрятаться под холодильник, ну, вообще, это не испытание какое-то, ну, пришла картошку почистить, а никого не осталось, в Кухне были приключения, то есть, то есть, вот, или в Агурху, там, Гурдев, допустим, пришел тогда, обед ему надо, ему приготовишь, только ему, и он тут сорок детей, вот, приглашает, не ожидали, потому что две вещи, Гурдева его привели, единственная вещь, которая так, вдохновила приехать в Кетербург, потому что был проект Гурукулы, он был очень заинтересовался, тогда у нас была эта детская программа, там очень там, школы, и он, как бы, это ему было интересно, он приезжал для детей тогда, в большей степени, ради этого проекта, он каждый год приезжал, у всех там финал, это его дети, они росли на его глазах, он ради детей приехал тогда, в город, то есть, первая его поездка, он приехал в 92-м году, я помню, весна, там был май месяц, мы могли в маленькую квартиру, мы могли в маленькую квартиру, но это, 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 с правчей прокладой, там аж лок, и все в одной комнате, как бы, встретили, он такой, идет еще, в аэропорту, значит, помните, там стоит, Миша Батища, помните, у него уже был, опель, это была единственная иномарка, на весь икотеке, она такая стрёмная была, честно говоря, и там, значит, рядом джип стоит, и мы его встречаем с аэропорта, и он только раз, и идет к джипу, и он такой раз, и идет к джипу, и, что, груди, а, а, а я думал, он был вятер, мне бы, для тебя, а, ну, он, 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 он же большое тело, не тяжело. У меня такой комплекс остался после этого, я сейчас просто, вообще, когда он приезжает, я, это, прошу преданных, там, помните, у нас были Алока, там, Анантарама, одинаковые машины, сейчас у нас у Шри Валабхим, у Джаганат Баладева, и все джипы, я пригоняю, три сразу шри Валабхима, я ему каждый раз говорю, Шри Валабхима, помните, вот тогда, вот такое сказали, он каждый, каждый год, он, ну, или делает, или говорит, слушай, нет, не помню, все, не столько, Витя, вспоминает, беспокоится, там, вне, какие-то, даже, переходишь на кухню, что там, у тебя где-то, что случилось, давай, все, начинаю поспрашивать, я помню, первый раз, в этой готовке, я позвала врач Адрику, говорит, не, не помогите, обед приготовить нормально, как бы, в ВВД, и она там столько слез извела, потому что трудно было, чем ее дочка, лима там, и, вот, и эта картошка, оказалось, нам очень там, духовка не работала, мы там, свою рамку, которая любит, там, она, часа четыре, класс ты, класс ты, но он так хотел, мы так переживали, так хотели, преданести вам вечером уже, это, вспомнил, потому что, у него Анга наконец-то поспела, то есть, он всегда, он всегда, то, что ты ему хочешь предложить, как бы, и желание есть, как бы, он всегда это ловит, он всегда ловил это настроение, и каким-то образом, ну, показывал, что мы должны это предложить ему, он всегда принимал служение, каким-то образом, мыслив-то там о нем было, он молился о нем, всегда вот как-то, реагировал, замечал всегда это. Первый год, конечно. Спасибо, конечно. Аплодисменты. Помните, это Расик и Широм, мне когда, после парика, да, папочка, он пошел, выбирать ей сережки, он только пошел, покупать в саде, эти матушка мои, ученицам покупали, всем-всем подарочки лично, говорит, сейчас я хочу роль заботливого отца сделать. Я, конечно, санялась, и понимаю, но так хотел Расик и Расик, и Широма, мне так что-то для нее сделать, все для нее там, пошел, выбирал, вот сейчас роль отца, все-таки, какая хава, он все-таки переживал, а что ты ешь, а чем вас кормят, риз дал, только риз дал, только сам же он спрашивал, как мы питаемся, ну, вашим, я все-таки переживал, а у тебя это есть? ну, как бы, все-таки переживал, что с машины не было, надо поговорить с вашими этими, ну, чтобы вам помогли. А чем вы питаетесь, как вы деваетесь? все эти мелочи, все эти беспокойства у него, ну, как бы, тогда вот, столько, и все, понятно, что хотелось отдавать, 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 то есть такая вот чисто на его, на его мерки, вот сама вот медитация о нем, она всегда отдавалась силой, просто ты о нем думаешь, и, кстати, чудеса, которые могут твориться, просто там, хочешь его перетворить, и все, и все, мы разбираемся в нашей помощи. Ну, конечно, золотые, не надо, но сейчас, не знаю, сейчас каким-то образом иногда уже сидишь тут, погружаешься в какие-то, ну, дела, работы, прочее, и думаешь, как вот в этой ситуации, когда-то вот открыть о Кришне, и тут вроде какие-то там массажи там, люди приходят, и в какой-то момент тут можешь им просто рассказать тоже, ну, открываются сердца, и можно вложить им, есть, ну, я понимаю, что милость будет для того, когда-то хочешь делать, то в любых условиях это можно делать, то в любых условиях найти, в глубо желание, по идее такие встречи могут помогать все любят медитацию, эту концентрацию, в каком бы положении мы не оказались, будучи на поиском туре или там или там, всегда можно найти лазейку, всегда можно найти возможность проповедовать, пробелиться, послужить. Бывает, что в проповеди бывает просто о каком-то позаботиться, внимание оказал людям, они потом от себя могут вводить эту комнату, как-то вещи уже принять бывает, не сразу так рот нужно открыть, а бы не заказать. То есть разные, как бы, из Шилы Грудек, если бы было желаемым, да, сразу по всем так это делать. Да, мы, конечно, рады, чтобы в такой эпоху, в таком обществе, еще бы мы сейчас делали, если бы мы делали, делали луку. Что нас заняло, каждый пытается что-то... А вот надо же с девяносто шестого года, тоже какой-то, наверное, был опыт. Ну, один случай, как мне подсчет, даже не рассказал. Грудек мне снялся лет с пяти весны, то есть один этот сон повторялся через определенный интервал времени. Ну, и когда он приехал в Челябинск вместе с папкой Демиды с вами Макарача, мне приснился этот сон в последний раз, после чего я поняла, что это мой духовный учитель. И я захотела рассказать ему эту историю, что я его знаю очень давно, на самом деле, еще с детства. И я ему написала письмо. Английский я тогда не знала, поэтому написала на русском языке. И когда был фестиваль в Москве, я ему лично в руки отдала это письмо. Он его взял, спрятал, и я думаю, может быть, и там и шмоками переведет все, как там и так далее. Был переводчик, он сказал, вот. И вечером была лекция. Я была очень удивлена, когда он после аварии в Южной Африке, у него болела нога, но он реально просто залетел на сцену, был такой вдохновлен, это просто было видно. И сразу же, с первых слов, как только он зашел на сцену, он сразу же сказал, «Духовный учитель дает Кришну, а Кришна дает Гуру Дева». И я была просто в полиции весь этот вечер, я слушала лекцию, он ответил на все мои вопросы. Вот такая маленькая история. А где это было, в Питере, на сценах Питера? Нет, в Москве. А в Москве. А в Москве. А в Москве. Я хотел бы сказать еще только на смерть, это интересное, прощальное. Значит, мне нужно помнить такую вещь, что смерть — это очень удобный экзамен для нас. И главное смерть — это вспомнить о Кришне, о Духовном учителье. Но это очень больно. Когда мы что-то теряем здесь, да, там, всю свою сумочку, да, там, что-то теряешь, там, какая-то вещь. Ну, очень больно. Бывает, когда там пальцы оторвают, это вообще тяжело. Когда теряешь все — это очень больно. И будет очень трудно отлично вспомнить. Это вообще невозможно. Там такая боль. Нужно нам сейчас, вот здесь, очень часто собираться и отношения налаживать. Чтобы мы могли друг друга принимать. Ну, типа, допустим, она мне что-то видит, да? А я не понимаю даже. Не. Это друг, это, как сказать, преданная. И я могу это еще сейчас принимать наставление. Потому что мне надо сказать ей раньше что-нибудь, а он мне, я ему. И потом, когда в том измерении вы будете уже за меня молиться, да? Ну, теперь вы уже там бегаете, там мотаться, так сказать, счастье. То я смогу принять вас, в вашу помощь. Ну, лучше, конечно, уже сейчас быть здесь, уже в духовном мире. Хариквиш. 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 Мы с вами разговаривали недавно. Я очень четко понял, что вот эти сладкие времена, сладкие 90-е, да? Из которых, как бы, многие из нас выросли. Мы помним вот этот такой, адма неведанного, да? Полное предание было тогда. Самадхи. Да, и самадхи, то есть помнить, да. Что ученики Шилаправпады, кто это все для нас устроил, да? Через кого Шилаправпады действовал, они будут уходить. И вся эта, как бы, миссия и продолжение, оно... На кого оно ляжет-то? То есть кто будет это продолжать все? Не так часто думаем об этом. Но хорошо, что раз так смотришь, растут такие великолепные последователи, как Мовадхара Прабхуда, которые реально делают проповеди. Вот, разоражены настроением. Вот, Махараж Гаджиханта тоже. Вот. Как бы, я так думаю, что нам, помимо прочего, нужно немножечко тоже думать об этой ответственности, когда они ведут, что мы... Их было не так много, а они двинули, да? Может быть, мы не такие могущественные. То есть Прабхупада один сделал. Один дал сознание Кришне по всему миру, да? Его ученики их не так много было, да? Но так или иначе они поддержали, развили успех. У нас больше. То есть и наша сила не в нашем каком-то могуществе особом, а именно в каком-то сотрудничестве. Вот. Не замешанном на каком-то ложном эго, на чувстве престижа, чувстве какого-то там превосходства. То есть вот этого нам добиваться. Поэтому... Ну это так просто. Моя медитация, извините, что я поделился. Может быть, да, нам имеет смысл встречаться, потому что почаще. Я говорю, что часто видишь, проходишь, и такая фраза, она уже как бы... Куда бы я ни пришёл, везде я слышу «Собрание учеников Читань Чандра Махара» И там-то тут заходишь «Собрание учеников Читань Чандра Махара» И такой раз там... Один ученик, кстати. И это... А вот у нас среди учеников много, все вроде шевелятся, все в каком-то движении находятся, что-то пытаются делать, но между собой как бы мы... Мы любим друг друга в расстоянии. Вот так вот. То есть, хотя вместе мы такая сила неслабая. То есть нехило мы можем что-то так видеть, да. Когда придёт время. Ещё ещё? Ну да, в том измерении мы не имеем настроение. В чём самая боль, да? Что, допустим, если я сейчас что-то не слышал, да? Я в том измерении, я думаю, сколько проблем, что я не приму тебя как друга. И я не имею настроение. Почему очень важно сейчас любить другого учителя? Нам развивать отношения, нам учили очень приятно дружить. Это... Я всегда думаю для себя вот... Ну вот... Любая ситуация, я думаю, что сейчас Титаник, через 100 секунд идёт под воду. Я говорю, Матерже, а что это у меня на ного наступило? Какая Матерже? Какая она? Были же на водку быстрее. Или сколько? То есть это, что... Можно себя понимать, что мы на Титанику. Любую секунду – это уже в этом измерении всё. Дружим просто неотвеченнее, просто неотвеченнее. Да, и вот сейчас Гаджа Ханта расскажет, а я как бы это... Последую вот всё с словами Гуру Ниши. У нас есть несколько преданных, два человека, которые из круглых учеников Гуру Дева, которые нуждаются в помощи. Вот. То есть Наратанананда у нас в больнице, мы прооперировали, мы как-то... Каждый на своём месте как-то помогаем ему. Но можно, в принципе, я думаю, может быть... Маринушка, встанешь, если Вашник у кого-то есть, лишним пожертвовать немного. И второй вариант, вернее, это Матушке Рогалеке, может быть, мы сделаем подарок на зиму, а то она мёрзнет, ходит какую-то... Соберём, может, и сейчас, может, это как-то ускорит этот процесс. То есть я к тому, что... Если есть какие-то лакшми, лишние оставки, Арин Апостеис поднесли, мы всё распишем потом, что-то надо. Там же Ханзов там... Когда я просто своё имя уплыл... Вспомнил... Шлевый ВВД... Так, встань, может... Вспомнил... Ну, в смысле... Вот как имя мне давал ВВД... История... Предыстория была небольшая. На самом деле, я в Майпуре хотел получить... Ну... Инициироваться... Ну, хотел, чтобы он... Махараш Вагал... И как-то так даже... Даже привязался к этому... А там три кандидата было... И всё-всё-всё к этому шло... И я уже думал... Какое же имя будет? Всё-таки... Майпур... Гавра... Прикидываешь... А утром мне в Махаван пробудывались, что не будет надавать инициацию... Он уезжает там... Ну, уезжает там... В Непал, да? Там... В реках Калигандаке-то... А? А? Да... Да, вот он... Туда улетает... И чтобы... Ну, не утомляться... Пораньше... Я же так сильно огорчился... Ну, понятно же... Привязанность такая... Хочется... Стать... Ну, ещё не помню, естественно... То есть... Это понятно, что в связи с Кришном... Но, тем не менее... Привязанность есть... Ну, и поехал в Авриндау... Там не планировалось... Что он приедет там... Ну, там был один на один день, что ли... Вот... И... И... И вот он туда приехал... Я сразу к Махавану... Я говорю... Вот... Я ещё из моих пород... Он говорит... Ну, ладно... Давай... Вот мы тогда... С мамой и Санктитой... Привязанность... И... И... И вот он рассказал... Рассказал... Имя там... У меня имя... Если что... Убийца Слонов... Гаджиха... Даст... Вот... И он говорит... Мы там... Очень сильно замёрзли... Там... 0 градусов... В Непале... Ну, и холод... Там же нет... И поэтому... Пришли, видимо... Там... Поели горячего просада... И спать... Он говорит... Я включил... Лекцию... Прабхупада... И уснул... И проснулся... И все лекции... Только... В конце лекции было... Когда... Прабхупада... Давал... Духовные имена... Ученикам... Там... Единственное... Что он давал... Это... Он давал... Кому-то там... Здоровяку... Имя Гаджихан... И смеялся... И вот... Макарас... Поехал... Я... Ну... Ну... Он говорит... Ну... Он мне дал... Это имя... Гаджихан... Даст... Убийца Слонов... Сказал... Заш... Ты женат... Если бы не женат... Я бы тебя с собой забрал... Шлезить... Ну... И... В общем... Когда я приехал... Народ... Удивился... Потому что... Мне так немножко... С этим делом... И... Рисковат... Я был... Надеюсь... Проходит... Потом... Как-то... Вот... Угадал... Такой... Англиканизм... Да... Хантер... Да... Охотник... Ну... Так или иначе... Это имя Кришника... Слона... Кого... Он... 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 Вот... Историю... Можно рассказать... Последнюю... Наверное... Да... Есть... То... Что... Там... Просто... Так... Собираемся... Обалдеть... Да... Порадоваться... Вместе... Поесть... А именно... Суть-то в том... Что... Познакомиться... Да... Что... Как-то лучше служить Гурдеву... Вот... И... То... Что... Каждый год он все мощнее становится... Я... Смотрю на Гурдеве... Поражаюсь просто... Это... Очевидно... Полномочия с каждым годом... Все больше и больше ему Кришна дает... И... Силы откуда он берет... Я... Не знаю... Я все время на картику езжу... Как-бы... Я вижу в каком режиме он работает... То есть... Польский тур понятно... Там... Тоже на износ... Тоже я там недельку побыл... Посмотрел... Как Гурдев везде... Везде Гурдев... То есть... Он сам везде... И он больше всех везде сам... То есть... Это просто... Непонятно... Как он это все делает... На картике... Он тоже спит по 3 часа... То есть... Готовится к лекциям... Засыпает за компьютером... Просыпается раным рано... Потому что он не может спать... Он говорит... Для меня уже... Я хочу на новое место попасть... У него такой вкус к Фриндауну... Что он говорит... Я не могу спать... Я просыпаюсь... И думаю... Какие чудеса... Нам готовит новое место на Парикры... И там реально чудеса на этой Парикры... Постоянные... И он это все раздает... Он не берет себе... То есть... Все, что к нему приходит... Он все сразу... Все Парикрыми раздает... Это удивительное сердце... У него, конечно... Такие способности... Какие-то... На износ просто... Буквально... Уже... Это не укладывается... Да... Потому что он... Все это вообще непонятно... Как... На что за график... Слуги выгорали за неделю... Но я... Отвлекся... Я хотел историю такую рассказать... В связи с тем, что... Как мы вообще можем... Да... Все... До других обязанностей... Как бы нет... И вот... Когда ученик спросил у Прабхупада... Что это... Как ему служить... То есть он не понимал... Как... И вот одна из историй... Именно Прабхупада... С Гуру Криппой связанная... Вот... Он очень сильно был загружен служением... И... Не досыпал практически... И однажды его ночью... Прибежал слуга Прабхупада... И начал будить... Он говорит... Что Прабхупада тебя зовет... Час ночи... Проснулся... И думает... Ну это какой-то сон вообще... Как... В час ночи... Куда Прабхупада... И опять спать... И его из спального мешка... Буквально вытряхнули... И говорят... Прабхупада... И он его зовет... Спросон его такой... Ничего не понимающий... Пришел к Прабхупаде... И Прабхупада сидит... И говорит ему... Знаешь... Гуру Криппа... Вот самое важное служение... Которое я делаю... Это перевод Шимар Бхагавата... Представляешь... Говорит... Самое важное служение... Никто не видит... Никто не видит... Как я это делаю... Никто не может оценить... Самое важное служение... Я говорит... Подумал... Ты такой замечательный преданный... Ты будешь свидетелем... О том служении... Ты будешь сидеть... По ночам и смотреть... Как я перевод Шимар Бхагава... И Гуру Криппа... У него сразу там... Несколько пунктов... Прабхупада... И то... И это... И третье... И десятое... В общем... Столько отговорок сразу... И Прабхупада говорит... Да я все понимаю... Говорит... Ну смотри... Я же то же самое... Так же как и ты же... Я с вами с утра... На утренней службе... Потом даю лекцию... Потом даршан... Потом много всего происходит... Я все... То есть организую... И потом по ночам... Я еще пишу Шимар Бхагава... Гуру Криппа... Говорит... Ну Прабхупада... Вы что равняете... Вы же Парамахамса... Прабхупада стал очень серьезным... Он сказал... Почему ты не Парамахамса... То есть... А почему ты не Парамахамса... Такой же как и я... То есть это... Наш выбор... Да... Другими словами... Стать Парамахамса... И Прабхупада говорит... В Шимар Бхагава... Что очень быстро... Человек может стать Парамахамсой... Постичь высшей ступени... Совершенства... Минуя все ступени... И вот чтобы реально... Как бы... Помогать... Вот так... Гуру... Взять эту ответственность... По крайней мере... Не оставаться Неофитом... Потому что Неофиты... Они не могут сотрудничать... По определению... Конечно... Адхикари... Он сотрудничать не может... Он не может принести какую-то пользу... Ощутимую... Реальность... Это могут Матхиама... Адхикари только сделать... Вот платформа сотрудничества... И вот нам надо подниматься... На эту платформу... И сообща... Да... Мы... По одиночке... Мы очень слабы... Мы не Гурудеф... Мы не Шила Пхакупада... Понятно... Но вместе... Если подняться на эту платформу... Когда мы можем... Друга слышать... Понимать... Реально... Принимать природу каждого... Да... И понимать... Что каждый на своем месте... На самом деле... Очень полезен... Вот... И... Свою любовь... И таким образом... Появлять... В сотрудничестве... То, что хотел... Шила Пхакупада... Перед смертью... Он эти важные слова... И сказал... Что... Свою любовь... В своем сотрудничестве... Покажется... Нет... Поэтому... Так вот как-то... Замечательно... Что встреча состоялась... Что столько... Очтяков... Что и друзей... Шила Индрадьёна... С Вами... Махарат... Шила Друга... Ки... Я... 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 Я думаю... Это... Будем... Закреплять... Непонятно... Да... Постановление... Некий делать... Не будем... Просто... На энтузиазме... Как-то на энтузиазме... Да... Если у кого-то вдруг пришла идея первого, давайте звоните мне, а я буду звонить еще со мной-то и посмотрите. Так же лучше после корена. И до вдохновения будем делать. Это еще Аржуна Кришна с нами не было сегодня. А это бы он занял все время бы, наверное. Да, да, да. История не обжигает. Это впереди нас будет. Это была история одна. Идет в поведение Ажуна Кришна. И сидит Браман, что там просто пустит, пакушку, там нещий, мне там семья. И Ажуна со страдания берет, ему берет сумку из золота. И Браман ее берет, и он у человека встает, он пришел домой, и он пришел домой. Он пришел домой, он пришел домой. Он пришел домой, вот он его присмотрел, и у него сумку убрал. И он снова сидит утром на базаре, и снова просит. Идет на Ажуна Кришна, вот что ты просишь, он говорит, ты знаешь, что он убрал сумку. Он дает ему бельян красивый, знаете, вот будь богатым. Вот он побежал, вообще, вот встали домой, думать, все, все запрячу. И где там, а что там, бельян положил. И потом, в общем, жизнь другая. И жена пошла набрать воду за ручей, разбила кувшин новый, ну там, чтобы не уходил. И она думает, надо найти старый. И встали, пошла, она грала, и глянь, что она не видела там бельянка. Но когда она награла, он выпал, куда будет, она даже не нашла там бельянка. Она просыпается, нету Ажка, все. И снова сидит нищим, и снова просит. Идет Даржуна, что такое? Ну, такие дела, это такое, жена, бельян, туда, в общем, я нищий. И Кришна просто даёт два золотых борьбов. И Бравана иду со этими золотыми двумя 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 и хоть два проживут. И вот так смотрит, живак рыбу поймал, хочет поесть или что там. Ему, подожди, дай мне эту рыбу куплю и отпущу её. Хочу я с этими два золотых сделаю, б Bitte, приятно. Он дает рыбаку этих золотых, и тут не то забирает рыбу, он забирает рыбу, а рыба в рот, это самое, глянда, она и ковнула. Глянда, рыба отпускает, начинает танцевать в экстазе, а вор скидет и думает, думаю, нечисленный, наверное, узнал, что это я у него брал сумку. И потом он это все утром рассказывает, Арджуне, Арджуна, кто о ком-то заботится, о том я заботиться. Ари-Кришна! Так, значит, что нам надо сделать?